Кровавый кукольный театр, он теперь уже не только в Беларуси, у нас теперь есть Эрдоган, да, турецкий правитель, который насмотрелся сейчас на номер с Лукашенко и тоже решил в кого-нибудь поиграть. Вот он легко одел на руку известную куклу, у него она всегда была, это президент Азербайджана, и причем эта кукла легко одевается на руку, легко снимается, там отверстие разработано. И вот Эрдоган надел Алиева на руку, примерно как Путин надел Лукашенко, ну и понеслась при этом. И как ты можешь наблюдать, мерзавцами выглядят куклы, и они навлекают проклятие и раздражение, хотя на самом деле все эти лавры должны были бы доставаться кукловодам, но кукловоды у нас хихикают и продолжают свои шалости. Да, вот я, кстати, хочу тебе напомнить, что совсем не так давно, по-моему, года два тому назад была произведена примерка этой куклы, куклы Алиева, когда вдруг Алиев ни с того ни с сего, с бухты-барахты, совершенно на ровном месте, вылезает и заявляет про то, что необходим освободительный рейд для того, чтобы Ереван вернуть Азербайджану. Совершенно верно. Ереван, столица Армении. Это все было. Это было не по пьяни, это было не в припадке. У него совершенно отчетливо открывался рот, двигались ручки, но нижней части тела, по счастью, не было видно, потому что даже российскому зрителю, у которого понижен порог чувствительности, благодаря многократному рассматриванию тела Скобеева или лица Соловьева, тоже, наверное, было бы очень плохо. Но Эрдоган, он тогда вот действительно пошел впервые на это заявление. Это было два года назад. И ты помнишь, кто пострадал в результате, нет? Пострадал я. Пострадал я, потому что все узнали, что я, буквально цитирую, и шаг распущенный, и шаг жалкий, и шаг взбесившийся, просто и шаг. Мерзкая аномалия и придурок. Причем это не какая-то пресса, это не какие-то журналисты, это не завывание на Бакинском базаре Оля. Это официальный документ. Рано упало пальто. Наверное. Это официальный документ. Я вспомнила этот документ. Это Министерство иностранных дел Азербайджана вам писало? Совершенно верно. Это официальное содержание ноты, которую мне решило предъявить Министерство иностранных дел, служба внешнеполитическая Азербайджана. И подписано было это тогда товарищем Наврузом Мамедовым, головой внешнеполитического ведомства. И именно так было написано. Вот невзоров и шаг жалкий, и шаг взбесившийся. И длинное перечисление. Слушай, ты наш МИД все-таки многое упускает. Конечно. Им бы брать эту великолепную стилистику на вооружение. При том, что я тогда вообще, вообще ничего себе не позволил. Я добрым голосом, с очень нежным выражением лица, как ты помнишь, посоветовал не давать Алиеву в руки никакие острые предметы, даже мебельные гвоздики. Потому что опасным сумасшедшим, в общем, нельзя доверять никаких острых предметов. Он может ими неверно распорядиться. Ну, может съесть. Но гвоздики все-таки дали. И вот сейчас понеслась. Начался Карабах. И сперва этот Карабах... Александр Климович, простите меня Бога ради, но все же, все знают, что эта история длится уже огромное количество лет. Что там совсем просто ничего не решается. Там есть действительно формальная, я не знаю, формальная правда и у Азербайджана. Там есть история чисто армянская, да, и там более еще древняя, чем советская власть и вообще. Там есть разные территории. Там есть, собственно, Нагорный Карабах, там есть еще какие-то регионы. Очень сложная эта вся штука. Неужели так бывает, что виноват во всем всего лишь один только Османская империя и все. А все остальные хорошие, белые и пушистые. Нет, смотри. Так может быть? Я хочу сказать, что вот сперва это все выглядело очень невинно, когда это началось в очередной раз сейчас. Ты говоришь, что история давняя. История, да, история очень древняя. Но если мы попробуем раскопать взаимоотношения ассирийцев, например, с хеттами, да, а и у тех, и у других есть потомки, и у тех, и у других есть спорные территории, мы поймем, что, в общем, реальность полностью меняется и вносит огромные существенные коррективы. Она точно так же внесла, поверь мне, коррективы и в карабахскую историю, потому что Карабах – это место, которое, по сути, никому не нужно. Там живут тихие, загорелые, благородные люди, которые спокойно дефлорируют овечек, выращивают виноград, совершенно офигевают от зрелища «Мерседеса» выпуска 80-х годов. Это особая территория с особыми людьми, и никому в их жизнь, наверное, встревать бы и не полагалось, да и не надо. Но тут возникло другое. Ведь, во-первых, и Азербайджан, и Армения привыкли, что о них постоянно вспоминал мир в связи с этой кровоточивой язвой под названием Карабах. А тут огромная пауза. Ну и плюс, разумеется, карантин и закрыты европейские страны. Никуда на шопинг не уедешь, в Париж просто так не прошвырнешься. И понятно, что вот это исчезновение с первых полос пресса, невозможность куда-то выехать, конечно, сдетонировали очень простую ситуацию, когда начался старый мордобой с криками «Ах, посмотрите, что мы творим! Ах, мирите нас, мирите! Ах, срочно!» Мы опять поцапались, созывайте саммиты с фуршетами совбезы ООН и лучше в Париже, да? Потому что так просто нам не вылететь, а на дипломатические цели и с дипломатическими миссиями мы сможем продвинуться, несмотря на любые закрытые границы. И вообще срочно требуйте вылета наших делегаций. А то вот, в общем, нам на шопинг никуда не попасть. А не будет фуршетов, не будет шопинга, помните, что, в общем, ситуация может сдетонировать непредсказуемо. А кукла на лапе Эрдогана, она ведь тоже не против этой всей ситуации, непосредственно сам Алиев, потому что он считает, ну, 500 гробов будет, вероятно. Да, 500 гробов — это не очень высокая, с его точки зрения, цена за раскрутку имиджа, за фуршеты и за возможный шопинг. Ведь не забывай, что, когда ты говоришь о Карабахе, как о перекрестии интересов множества людей, это была домедийная эпоха. Это была эпоха, когда не всем правила вот эта вот страсть к известности и страсть к монетизации себя самих. Вот туркам кажется, что они эту войну всегда удержат под контролем. Вот эта вот замкнутая, очень немноголюдная карабахская местность, она хороша, как полигон, где можно периодически накачивать воздух в щеки Янычара Эрдогана, показывая, какой он на самом деле влиятельный, тайный, серьезный. Ведь на самом деле это чистая Турция, потому что Азербайджан здесь нельзя назвать стороной конфликта. Ведь в чем парадоксальность, да? Вот есть хитрый и кроваволюбивый турок, который использует этот Азербайджан как зубило и как пулеприемник, да? Алиев кивает, разумеется, ты попробуй не кивать, когда тебя наденут на руку и палец упрется изнутри в макушку. Скажите, а где рука Путина в этой драме? Он еще ее никуда не всунул, потому что она у него занята Лукашенкой, а другой рукой надо что-то подписывать. И вот я подозреваю, что, ну мы еще вернемся к вопросу Лукашенко, конечно, конечно, интереснее засунуть было ее куда-нибудь туда, потому что совершенно другие деньги и возможности пилиться, да? И Азербайджан почему выглядит в этой ситуации хуже и позорнее? Потому что это не его действительные интересы. И мы видим, что не случайно на территории Азербайджана отключены все социальные сети. А Армения, наоборот, она использует эти сети для того, чтобы сплавить очаровательный, но жутко скандальный свой народ в единый патриотический кулак. Кстати говоря, он, народ сплавляется и сплавляется охотно. Вот очень не случайно в Азербайджане отключены все социальные сети, начиная с Инстаграма, потому что если даже какой-нибудь там, предположим, распущенный шаг не наведет азербайджанцев на эти мысли, то просто посоветовавшись друг с другом, они поймут, что, в общем, опять турецкий суп варят на азербайджанском мясе. И вот это до них может дойти, и тогда Ильхамчика, в общем, конечно, разоблачат и выведут на чистую воду, но, правда, к сожалению, его абсолютно некому свергать. Он настолько всем выгоден, там, вот правящей небольшой верхушке, что его никто не будет свергать, он будет продолжать по-прежнему плавать в своей проруби. Но я думаю, что вот те возможности, которые Азербайджан дает сегодня Турции, рано или поздно сейчас приведут к тому, что надо будет ждать турецких поправок в турецкую конституцию. Ты бы видела сейчас, Оль, турецкие каналы, как они неистовствуют, как тамошние Соловьевы на турецком языке, почесывая бошки под челмами, объясняют, что вот наш-то всех переиграл. И, кстати говоря, и вообще там танцуют танцы живота прямо в эфире, упиваясь тем, насколько Турция влиятельна, какие у нее длинные руки, и как она руками каких-то дураков умеет загребать жар в сложных ситуациях. Кстати говоря, по поводу танцев живота, я думаю, что Владимир Рудольфович Соловьев тоже мог бы исполнить уже танец вернувшегося живота. По крайней мере, это легализовало бы, и ассистентам не пришлось бы перед каждым эфиром мучительно с двух сторон затягивать на нем корсет, чтобы спрятать вернувшееся брюхо. То есть, все видим, что все, в общем, при полном счастье. Ну, а Армения, она не может не воспринимать всего всерьез, она отказывается играть в эту игру. И есть один только... Но обычно предполагается, что Россия в этой ситуации скорее на стороне Армении. Она всегда была на стороне. Вот когда я украл пушку в Нагорном Карабахе, за что министр обороны Язов повесил мне в свое время медаль, вот тогда... А я думала, тоже Ишаком обзывал. Нет, 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 нет. Ну, я украл большое гордобойное орудие. И действительно дали за эту медаль сразу. Вот, надо сказать, это была великолепная реакция, очень правильная. Но тогда советские и, по-моему, в следующей войне российские части были исключительно на стороне Азербайджана. Но вот пойми, да, там есть один более-менее светлый персонаж. Это Пашинян, который, ну, конечно, не интеллектуал в моем смысле этого слова, потому что у меня слишком жесткие мерки и жесткие критерии. Но, тем не менее, он предельно разумный. А вот его противники, конечно, они не понимают, что перейти вот эту 500-гробовую границу можно с огромной легкостью. И тогда действительно будут втянуты все. И Карабах, на самом деле, ну, прекрасное местечко для того, что потом какой-нибудь учитель средней школы с пятью ушами и тремя глазами, мутант, объяснял бы пятиухим детям, тыча пальцем в обгорелую карту, что вот именно с этого места и начались когда-то вот те небольшие проблемки ядерные у человечества, которые привели к нашей пятиухости и трехглазости. Типун вам, Александр Глебович, на язык. Нет, так не мне типун, на язык. Вот здесь надо, чтобы рано или поздно стало бы понятно не только про этот турецкий кукольный театр, что, конечно, надо в заше из этих должностей гнать всяких стратегов, ревнителей, хранителей всяких там скреп, старины, истории ответственности перед предками, возвращателей земель, разворачивателей древних штандартов. Они еще борцов за веру туда же, пожалуйста. Совершенно верно, да. От них все гадости и проблемы для нормальных людей и возникают. Понятно, что вот формальный инициатор этого турок, да, но войну-то начали дуры у телевизоров, в данном случае турецкие дуры, потому что они сперва, значит, писаются при виде очередных усов, кончают при виде очередного харизматика, а потом они страшно удивляются, когда им под окна привозят цинковый гроб с их полуразложившимся сынишкой, и тогда они поднимают вой, и в этот цинковый гроб начинают долбить лбом. А связи между харизматичностью, шизофренической харизматичностью очередного лидера и этим цинковым гробом они до сих пор не понимают. Вот как бы им всем объяснить, что это прямая и непосредственная связь харизматичности лидера и количества цинковых гробов. Они вот выучили модное слово харизматичное и употребляют его в отношении всего. А у Пашиняна, да, действительно мозги присутствуют. И это, кстати говоря, не всегда хорошо. Когда я говорю про то, что политик не должен быть интеллектуалом, я знаю, что я говорю, потому что именно вот скорее простят каннибализм политику, чем интеллектуальность, потому что интеллектуальность создает гигантскую пропасть между ним и избирателем. Продолжение следует...